Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Наконец-таки наступил четверг. Мы знаем то, что этот день обещает быть не просто интересным, а самым, наверное, результативным за последним многом месяцев. И нас даже интересует не только волатильность в рамках одного торгового дня. Нам нужны ориентиры на более длительный период времени. Надеюсь, опять же, последствия сегодняшнего заседания Европейского центрального банка позволят нам эти ориентиры получить. Этому событию я предлагаю сегодня уделить больше внимания. Собственно, поговорим, безусловно, о нем, когда переключимся на европейскую валюту. Но сперва давайте пробежимся по другим активам, которые тоже, в общем, будут зависимы от предстоящей риторики руководства Европейского центрального банка. Но в отношении других инструментов есть также свои локальные факторы влияния. Начнем мы традиционно с котировок нефти. Клосс вчерашнего дня по бренду 49,65. Сейчас инструмент торгуется, в принципе, на том же самом уровне 49,64. Вчерашняя торговая сессия стала снова восстановительной для рынка нефти. Вслед за ростом вторника в среду мы также подрастали, оказались еще ближе к сопротивлению 50 долларов за баррель. И разбирая, опять же, фундамент, который присутствовал на рынке вчера, то, безусловно, стоит отметить, что основную поддержку котировкам придал отчет от Администрации энергетической информации по запасам нефти в Соединенных Штатах Америки. По цифрам запасы снизились на 4,7 миллиона баррелей. Это третья неделя подряд снижения. Есть даже статистика, что из 14 последних недель, по-моему, 11, мы наблюдаем спад по этому показателю. Но здесь не забывайте про сезонность отчетов, что, в принципе, нормально для этого периода. Запасы бензина также снизились на 4,45. Аналитики Global Pats полагали то, что запасы снизятся на гораздо более скромные значения, примерно в пределах 3 миллионов. Фактическая цифра превзошла их ожидания. Также вчера у нас был опубликован отчет от Американского института нефти. Очень сильный в последнее время такой дисбаланс в этих отчетах. Если еще в начале года были определенные корреляционные связи, то сейчас их нет. По оценке API мы помним, что запасы вовсе выросли. Ну, не суть, друзья. Важно подчеркнуть то, что сейчас котировки нефти может быть где-то в глубине души верить, что есть шансы забраться выше 50 долларов за пароль. Но трейдеры, опять же, анализируют то, что сейчас происходит, с явным скепсисом оценивают шансы на закрепление выше этого ценового рубежа. Потому что понимают, что на рынке по-прежнему очень много, гораздо больше фундаментальных факторов, которые можно использовать для напротив распродаж этого актива. И еще, собственно, вчера из новых обновленных статистических данных стоит отметить Саудовскую Аравию, которая опубликовала отчеты по объемам добычи и по экспортным поставкам. Здесь и добыча снизилась на 0,7%, и экспортные поставки сократились на 1,2%. Ну, в процентном выражении, может быть, какие-то солидные цифры. Кажется, что позитив, скорее всего, в Саудовской Аравии действительно будет реализовывать обещания. За день до этого мы говорили о намерениях Саудовской Аравии ограничить экспортные поставки на 1 миллион. Это подтверждение, то, что эти намерения реализуются. Но как только мы с вами начнем копать глубже, как и всегда, и отойдем к этому процентному эквиваленту, поклоним непосредственно по цифрам, вы поймете то, что статистика смешна в прямом смысле. Вот те же самые объемы добычи снизились на 0,7% по сравнению с прошлым месяцем. С 9,94 миллионов до 9,88. То есть всего лишь на 60 тысяч баррелей. Соединенным Штатам Америки для того, чтобы компенсировать это снижение, понадобится всего лишь полторы недели. Может быть, даже показатели добычи будут серьезным образом превосходить это значение. Что касается экспортных поставок, то они снизились с 7 миллионов до 6,92. На какие-то 80 тысяч, что также очень сильно отличается от такого амбициозного намерения в 1 миллион сокращения, чтобы нейтрализовать рост производства в Ливии и Нигерии. Из другого, скажем, негатива, на который сейчас стоит обращать внимание, это еще, опять же, резонанс вчерашнего отчета. Вы помните, что не только запасы нас интересуют, но еще и объем добычи нефти. Так вот, согласно отчету Администрации энергетической информации, производство нефти за прошлую неделю выросло на 32 тысячи, доведя общий показатель до 9,42. Рост за последние три недели 200 тысяч баррелей, плюс к тому показателю, который был. А Соединенные Штаты Америки продолжают активно наращивать производство. Это подтверждается и ростом числа нефтяных терминалов. Не нужно искать подвох, либо какую-то позитивную ноту для будущих прогнозов и для роста котировок в том, что увеличение числа терминалов сейчас по темпам отстает от тех темпов, которые мы видели в начале 2017 года. Это не имеет никакого значения. Самое главное, что количество терминалов неуклонно растет, и сейчас их число находится на максимуме с 2015 года. Рост добычи нефти на 32 тысячи баррелей позволяет нам оправдать прогноз администрации энергетической информации, который вышел в понедельник, и по плану у сланцевых нефтяников в Штатах поднять добычу по власти примерно на 113 тысяч баррелей до 558. Это сланцевое производство, помимо традиционного. Это планы более чем реализуемые. Я считаю то, что производимой нефти будет даже больше под конец летнего сезона. И мы с вами как продолжали, как продолжаем, так и будем продолжать возвращаться к целям, которые еще многими по-прежнему считаются реальными. Это цели по нефтедобыче в 10 миллионов баррелей до конца этого года. Статистика, по крайней мере, этому явно располагает. Еще, друзья, из отчетов у нас остается на этой неделе Беккер Хьюз. Традиционно в пятницу. Помимо этого, уверен, что на нефть тоже косвенным образом повлияет риторика Европейского центрального банка, потому что ожидается, конечно же, риторика в жестком ключе. Но я всегда традиционно рассматриваю в большем интересе альтернативный сценарий. Это риторика, которая жесткой не будет. Риторика мягкая, станет ключей ослабления евро. Поддержит позиции американца. И это, соответственно, приведет к дополнительному давлению на котировки нефти. Тем более, что когда мы с вами начали во вторник говорить о локальном интересе к этому активу, мы в качестве еще одного аргумента, для которого нефть выросла, использовали ослабый доллар. Сейчас картина также может измениться. Поэтому, друзья, исходя из тех цифр, которые я вам сейчас назвал, по-прежнему проблема ребалансировки очевидна. Эта проблема будет усиливать негативный настрой в отношении нефти. Ну и мы будем, соответственно, снижаться все ниже и ниже. Не думаю то, что уйдем далеко выше 50 долларов за бар, потому что в целом новостная картина указывает на обратное. Дальнейшим важным инфоповодом и событием встреча ОПЕК, точнее, мониторингового кабинета по исполнению обязательств по ограничению производства, она состоится в Санкт-Петербурге в понедельник. Единственное, что если будут какие-то судьбоносные, архиважные договоренности, то мы попробуем скорректировать наши ожидания по нефти. Но в эти договоренности я не верю. Надеюсь, что вы разделяете такую же позицию, потому что если бы были бы возможности и солидарное мнение того, что нужно агрессивнее снижать объемы добычи, уже давно бы их расснизили. Пока что этого не происходит. Поэтому, скорее всего, встреча в понедельник будет очередным событием, которое не придет никаким результатам. Мы проанализируем, пролистнем как историю, как страницу этой истории и снова вернемся к тем самым факторам, о которых мы с вами говорили и на которые опирались, оправдывая нашу короткую оппозицию. Рубль 59 против доллара. Все зависит от нефти, потому что корреляция уже больше по коэффициенту 0.8. Рубль реагирует только на этот инструмент сейчас. Поэтому если мы снова пойдем с вами на поддержку 48 долларов за баррель, будем претендовать на уверенный ее пробой, то российская валюта завершит неделю снова выше 60. Девальвация рубля довольно быстрая, стремительная. Нам это уже неоднократно доказывал сам рынок. Поэтому оказаться рублю выше 60 буквально через несколько часов после открытия, после старта торгов на российской валютной бирже, ничего не стоит. Поэтому вы должны, конечно же, это иметь в виду, занимая позиции, например, на укрепление рубля. Может быть, у вас есть собственное видение, вы видите, что рубль снова нащупал те самые аргументы, которые позволят ему стать гораздо дороже по сравнению со своими конкурентами долларом и евро. Я такую позицию не разделяю, даже рекомендую вам страниц такого подхода. И железо-бетонный аргумент – это ситуация с нефтью, которую мы с вами прогнозируем как по-прежнему медвежьим. Дальше идем. Доллар японская иен. Котировки 112.08. В целом, вот я выписал уровни ценовые по нашему традиционному набору инструментов, по валютным парам, по золоту, по американскому фондовому рынку. Каких-либо серьезных движений не произошло. Мы болтаемся на тех же самых значениях, поскольку понимаем, что рынок находится в ожидательной позиции, в стадии, поскольку понимает, насколько важным является заседание Европейского центрального банка. И только после того, как начнут поступать сигналы, либо вероятной нормализации денежно-корректной политики, либо сигналы, которые укажут на то, что ИЦБ будет действовать в рамках прежних экономических стимулов, вот тогда на рынке пойдут движения, тогда будут формироваться, либо подтверждаться тренды. И завтра, собственно, когда мы будем подводить итоги заседания Европейского центрального банка, мы снова пробежимся по всем нашим инструментам и посмотрим, есть ли основания корректировать, собственно, сделки. Доллар японская иена. 112.08 сейчас котировки, вчера доллар снижался, причина давления на доллар – это общее негативное настроение в отношении индекса, американская валюта в отношении доходности треживается, причина, в свою очередь, динамики этих инструментов негативной, кроется в очередном таком забракованном состоянии законопроекта по реформе здравоохранения, СИНА не пропустил этот документ, но после того, как на рынке появились сообщения о том, что следующее голосование по этому проекту состоится уже в понедельник, друзья, в этот понедельник, который вот будет, настроения немного улучшились, потому что Трамп еще после провала в начале этой недели опубликовал в Твиттере сообщение о том, что снова будут предложены правки и снова будет предпринята попытка все-таки продащить этот законопроект. Он очень важен не только для в целом сектора, который подразумевается реформировать, он очень важен еще, поскольку является тем самым событием, которое той самой реформой откроет дорогу для прочих преобразований в области налоговых изменений, снижения налогов, увеличения бюджетных трап. Поэтому к этому событию вот такое большое внимание. Сегодня еще Банк Японии оставил ключевые параметры денежно-кредитной политики без изменений, по сути подтвердил денежный курс в прежнем ключе, то есть по-прежнему в целях разгона индекса потребительских цен политика будет оставаться исключительно мягкой, что оказало дополнительное давление на японскую валюту и стало причиной локального интереса к доллару. Будем надеяться, друзья, то, что сегодня до конца дня американец получит должную поддержку от потенциального снижения евро и сможет претендовать на более высокие значения. По макроэкономическим отчетам сегодня по штатам отметить нечего, ну разве то, что только заявки на пособие по безработице, но думаю, что они явно померкнут на фоне итогов резонанса рынка по заседанию Европейского центрального банка. Фунт против доллара. Сейчас мы наблюдаем котировки 1.30.21, чуть ниже, чем, скажем, на азиатской сессии прошлых торгов. Фунт пока не может набрать высокие значения, которые были показаны еще до выхода данных по индексу потребительских цен. И почему я сейчас объясню. Индекс потребительских цен, как вы помните, остался на очень высоких значениях, но в целом снизился по сравнению с прошлыми отчетами и позволил трейдерам говорить о том, что на фоне снижения инфляции Банк Англии уже будет более сдержан в разговорах относительно роста процентных ставок. Была позиция, признаю, что если индекс потребительских цен перевалит за 3%, тогда идею нормализовать денежно-кредитную политику, то есть ужесточить ее, поддержит большее количество голосующих членов. Но поскольку инфляция осталась довольно сдержанной, хотя это мягко сказано, она превышает существенное целевое значение, трейдеры предпочли уже использовать другой сценарий. Этот сценарий, опять же, на руку нам, продавцам. Надеюсь, что 1.30 сегодня поддержка пойдет, и мы с вами будем говорить уже о новых уровнях, более низких для этой валютной пары, которые нам уже давно необходимы, потому что флот мы с вами продаем не только исходя из статистики, но и понимая, какие трудности могут возникнуть на пути обсуждения различных положений, договоренностей по Брэнзиту. То есть, и по этому вопросу я тоже буду держать вас в курсе. Если появятся какие-то интересные новости, вы о них первыми узнаете. Дальше идем. Дальше у нас, собственно, европейская валюта. Здесь, что стоит отметить, Европейский Центральный Банк, заседание, итоги этого заседания, без сомнения, приведут в выдвижение весь спектр финансовых инструментов, весь. Я думаю, что на рынке не будет ни одного актива, который не среагирует, опять же, на решение Европейского Центрального Банка и на комментарии драки, потому что текущее заседание Европейского Центрального Банка не такое уж и тривиальное, как обычно. Сейчас мы продолжаем спекулировать и уже делаем это на протяжении полутора месяцев на том, что есть предположения, касающиеся того, что европейский регулятор может поддержать позицию ФРС и Банка Канады, тоже начать постепенно отходить от действующих экономических стимул. Но, говоря сегодня про события, в 14.45, друзья, ставки будут опубликованы и спустя 45 минут после этого в 15.30 состоится пресс-конференция Европейского Центрального Банка в лице драки. Конечно же, никто не питает особых иллюзий и надежд на то, что ЦБ скорректирует основные параметры денежно-кредитного курса, а вот на пресс-конференции напротив уже возлагаются большие надежды, и мы понимаем, с чем это связано. В частности, драки может ввести и добавить ясности вопроса изменения монетарной политики, либо, в честь даже позиции и предположения, что озвучит конкретные сроки, когда мы можем ориентироваться на какие-то преобразования коррективы вектора денежной политики. Но, как я уже отметил в начале этого брифинга, я советую разделить все-таки прислушиваться к альтернативному сценарию. Он заключается в том, что драки сегодня повторит ровным счетом ту самую риторику, о которой мы с вами говорили месяц назад, два месяца назад, квартал назад и в начале 2017 года. Это риторика мягкого курса, мягкой политики, которая сигнализирует и указывает на то, что экономические стимулы, действующие на текущий момент, должны остаться без изменений и дальше, может быть, до окончания 2017 года. Косвенно, собственно, на это позволяет рассчитывать нам еще вчерашние комментарии одного из влиятельных представителей Европейского центрального банка, который также просигнализировал о том, что, скорее всего, эти экономические стимулы будут подтверждены, потому что экономика в них очень сильно нуждается. Основной аргумент – это крайне низкие значения инфляции. Я считаю, что это действительно тот аргумент, на который сейчас стоит положиться. Уверен, что будет еще много разговоров по поводу текущего курса европейской валюты, который добрался до 14-месячного максимума и их уже, в принципе, заставляет многих экспортеров побаиваться за счет его дороговизны, потому что дорогой курс национальной валюты снижает конкурентоспособность экспортеров за счет роста импорта. И до этого мы видели обвал европейского рынка, в частности, DAX 30-го, за счет того, что в его состав входит преимущественным образом компании бумаги экспортеров, почему он просел, скажем, на больше всего рынка и потерял больше полутора процента. Сейчас, правда, пытается отыграться, но здесь речь идет уже только о спекулятивных настроениях, того, будет ли программа количественного смягчения сохранена и дальше. Конечно же, если Драги сегодня озвучит мягкую риторику, на мой взгляд, это будет очень правильно, потому что в этом ключе у Европейского центрального банка, получается, следующее заседание у нас состоится 7 сентября, будет примерно 6 недель, чтобы в спокойной обстановке абстрагироваться от того позиционирования, которое присутствует на рынке, продолжить наблюдать за экономической картиной, за тем же самым показателем по инфляции и выработать план траектории выхода потенциального, потенциальное, это ключевое слово, из вот этих агрессивных объемов действия программы количественного смягчения и траектория возможного повышения процентных ставок, то есть нормализации курса. Время выиграть сейчас очень правильно, потому что рынок в каком-то неистовстве находится, в текущий момент рынок видит сигналы, ужесточения политики, даже там идти их нету, несмотря на то, что Европейский центральный банк сам вынужденно сообщает участникам, трейдерам, что не совсем верно интерпретируются многие комментарии. Вот помните последнее выступление Драги в Португалии, когда ЕЦБ буквально сразу через день после этого дал вроде бы как опровержение того, что Драги имел в виду только допущение низкой инфляции, но ни в коем случае нигде не намекнул на возможность ужесточения монетарной политики. Но рынок на это наплевал, рынок даже вопреки оппозиции самого Европейского центрального банка продолжает верить, что ЕЦБ будет следующим регулятором, который изменит курс монетарной политики. В общем, друзья, я сегодня предлагаю не поддерживать настроение жесткой позиции ЕЦБ. Сегодня я предлагаю ориентироваться на старую, добрую, мягкую риторику, которая с текущих значений может стать причиной серьезного ослабления евро. Например, больше 2%, которые будут равносильны снижению евро против американцев ниже отметки 1.14. Безусловно, торговля по факту такого события это самое рискованное вообще, на что можно сейчас пойти. Риск, с одной стороны, это благородное дело, но с другой стороны, также с другой стороны, если европейская валюта покажет нам то ослабление, на которое мы ориентируемся, мы сможем отбить часть тех потерь, которые вынужденно понесли по евро, как срочно оторгуя этим активом и заранее, скажем, ориентируясь на то, что евро будет слабеть, вопреки тому, что сам главный валютный риск умудрился забраться до тех уровней, которые я вам обозначил. Друзья, еще австралийца хотел отметить, сегодня вышли данные по уровню безработицы, статистика так и осталась на прежнем уровне 5.6%, уровень безработицы, точнее, уровень занятости 14 тысяч против прошлого 36, то есть в 2,5 раза хуже, чем в прошлом месяце. Это сказалось на настроениях трейдеров, мы наконец-таки дождались распродаж. Австралийца сейчас котировки 0,7933, те 33,080 уровень так и не впал, не поддался покупателям австралийца. Очень хочется верить в то, что трейдеры, которые ищут сейчас возможности для продажи и которые уже встали, собственно, после статистики правильного труда в сел, будут еще получать сигналы такого отложенного эффекта того, что сам резервный банк Австралии в ходе последних протоколов намекнул на избыточное ожидание трейдеров по поводу готовности резервного банка Австралии тоже ужесточать монетарную политику. Для резервного банка Австралии, для австралийской экономики, Хротяна по-прежнему проблема с закрептованностью домохозяйства. И эту проблему не удается решить. Я думаю, то, что повышать ставки в таких условиях будет не совсем правильно, если даже не глупо. Надеюсь, то, что такой сценарий и такой аргумент приведет к среднесрочному ослаблению евро. Точнее, австралийцы не позволят паре AUTUSD оказаться выше 0,80. Друзья, из важных событий, помимо ставки ЦБ и пресс-конференции, сегодня в 11.30, то есть через час 40, выйдут еще данные по уроничным продажам Англии. Если мы с вами уже так много говорили про низкие значения потребительской активности, давайте поддержим идею того, что это низкие значения потребительской активности, которые придавили розницу. То есть в случае выхода сегодня плохих релизов британец наконец-таки снова окажется ниже поддержки 1.30. На это, собственно, я и предлагаю делать ставку. На этом, собственно, все. Удачной вам торговой сессии. Безусловно, сегодня будет очень интересный день. Я рекомендую тем, кто все-таки больше себя относится к консерваторам, вообще поддержаться в стороне от рынка, от любых инструментов, друзья, от любых, потому что ходить сегодня будет все. Ну, а те, кто хочет рискнуть, сегодня для вас созданы все условия, как говорится, либо банк, либо апропакт. Потому что по самым скромным подсчетам, та же самая европейская валюта против доллара может показать ход больше двух фигур. Вот как раз примерно нас поставили в движении. Я лично и ориентируюсь сам. Если есть вопросы, как и всегда, форума маркетс и каналы на YouTube, параллельно с вопросами, не забывайте ставить лайки, большие пальцы. Отдельное спасибо тем, кто это делает. Ну, на этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok